Вария взбунтовалась. Председатель Христианского социального союза Хорззи и Хофер, занимающий в кабинете Меркель постминистра внутренних дел, требует, чтобы канцлер приняла его план по миграции, состоящий из 63 пунктов. Главное — право разворачивать беженцев на границе Германии и облегчение процедуры депортации. Если нет, тогда разрыв исторических связей ХСС с ХДС. Баварские консерваторы, потерявшие из-за миграционной политики Меркель голоса на прошедших федеральных выборах, не собираются рисковать тем же на скорых выборах у себя дома. Поэтому вариант один — конфронтация. Глава МВД демонстративно игнорирует совещание по беженцам у Меркель и встречается с канцлером Австрии Курцем. Я выражаю канцлеру полную поддержку в его стремлении обеспечить безопасность границ. Бавария стала единственной федеральной землей Германии, которая осенью 2015-го испытала такой же шок от наплыва беженцев, как и Австрия. Поэтому подходы Курца и Зейхофера к этой проблеме значительно ближе друг к другу, чем к политике Меркель. И в ее обществе Курц не стесняется указать на это. Мягко, но недвусмысленно. Не хочу ввязываться во внутренние споры Германии, но я абсолютно уверен, цель Австрии — остановить наплыв беженцев в Европу. 1 июля Австрия принимает председательство в ЕС. Это вряд ли поможет Меркель в ее постоянных попытках убедить европейцев разбираться с беженцами совместными усилиями. Но она не сдается. Я думаю, что изменения необходимо вносить вместе, а они необходимы нам срочно. Поэтому я возлагаю большие надежды на встречи Европейского совета в конце июня. Меркель еще надеется на то, что соседи по ЕС воспримут ее идею квот на прием мигрантов. В Баварии и в некоторых других федеральных землях считают, что это все иллюзии, а реальный выход — как раз план Зейхофера. С этим согласны даже однопартийцы Меркель. Не думаю, что за две недели мы справимся с проблемой, которую не могли решить три года. Нам нужно срочно добиться запрета на прием мигрантов, которым было отказано в повторном въезде. Дискуссия о миграционной политике разворачивается на крайне неблагоприятном для Меркель информационном фоне. Убийство девочки, совершенное мигрантами из Ирака и Турции. Арест беженца, который готовил рециновую бомбу в Кельне. Казалось бы, все подталкивает Меркель к тому, чтобы принять ультимативные требования Зейхофера. Ведь в случае, если канцлер продолжит упорствовать, ХСС выйдет из парламентской фракции и из федерального правительства. И надо будет срочно искать замену баварцам, чтобы сохранить коалицию большинства. Это означает новый торг, например, с зелеными, и ослабление позиции Меркель внутри собственной партии, для которой дорог исторический союз с ХСС. Но драма в том, что согласие на план Зейхофера может иметь для канцлера не менее тяжелые последствия.